Видно. Христос посреди нас. Придет Пасха. Так, а что у вас там было? Да у меня есть такие пару вопросов. Нет, что там с этим со скайпом? Почему он не включался? Да у меня я тоже там занимаюсь всякими. У меня много программ на компьютере. У меня там стационар, поэтому тут у меня много программ работает и бывает, что некоторое на себя берет. Я сразу скажу, у нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Да, я не против. Я слушаю, пожалуйста, говорите. Вопросы может праздновать, если не хотите мне отвечать. Первый по поводу вот там на иконах изображен Христос с длинными волосами, да? Да. И Иоанн Креститель вроде как, он же тоже не стригся. А Павел там и все пишут, что длинные волосы – позор для человека. Как быть-то? Да никак. Это одно дело рисует. Рисует художник с него и спрашивать. А с чего ради они длинные волосы были бы, когда Христос Назареем не был. Это прозвище его было такое. Он пил вино, а Назареев в рот не брал вина. Он в Назарете поселился и потому Назареем нарисуется. Ну, как, допустим, ты в Москве живешь, москвич. Вот и все. А рисуют они как монахи там все. Мы считаем житие Илариона Великого, и он говорит, каждый год монахи ножами отрезали себе волосы. Ну, они там не каждый день могли парикмахерскую ходить-то. Это остается в силе. Если женщина растит – честь, мужчина – без чести. И вопросов никаких не может быть. Мы смотрим Иоанна Златоуса, Никола Чудотворец. У всех как под бокс постриженные. Ни одной иконы нет. Ну, они как будто плосоватые просто. Ну, вот все нормально. Бороду не трогай, бороду нельзя трогать. А на голове ты убирай. А Иоанн Креститель тоже был? Ну, Иоанн Креститель-то что, Иоанн Креститель? Длинные волосы были. Откуда это взяли? Ну, ниоткуда, ниоткуда это неизвестно. Кожаный пояс, одежда из верблюжьих волосов. Вот это знаем. А остальное – выдумка монашеская. Монахи рулили везде. Они начинают – Божья Матерь, она первая монашка. Вот Иоанн Креститель – монах. Это бредни пьяных старух, как Златоус говорит. Слово «мона» означает «один». И это желание было у апостола Петра. Сделаем три кущи. Это первая попытка сделать первый монастырь. И Господь отверг. Там внизу бесноватые ждут. Вторая – это уже прямо повеление Господне. Монастырь на десять дней. Сидите и ждите обетованного Духа Святого. «Доколе не обречетесь силою». Деяния апостола по 1.8. Они облеклись силой, все, монастырь кончился, теперь полетели. А остальное – выдумка человеческая, если не считай больше. Ну, в принципе, и на горе, и в горнице они же тоже были не по одному, а крупкой все-таки. Правильно? А второй вопрос я хотел спросить тоже по поводу причастия. Мы же все читаем Евангелие, что на Тайном вечере Господь как бы положил это таинство. И вот они же от чаши, от общей с вином, да? Ну, на Востоке, возможно, это всегда была чаша с вином на Востоке, да? Они же пили там. А потом мне вот что-то как-то я задумался, я говорю, если не хотите, не отвечайте про разные вопросы. А как же вот потом в Тайном вечере были, что дети со взрослыми из единого кубка вино что ли отхлебывали? Да это как бы даже подумать такое, да лет до 15, мне кажется, и давать-то, тем более так за столом, он завтра алкоголиком ставит, если так его увидит. А тут же невозможно не отпевать. Ведь про ложечку там Иоанна Златоуста, мы, конечно, исповедуем, что там она, что это приписывается Иоанна Златоусту, как и витургии. Мы же понимаем, что это не Иоанн Златоуст придумал витургии, она три века как-то без него была, тем более там все из Ветхого Завета взяты. Вот. Но это неважно, на самом деле, действительно, все эти вещи. Но факт ставится фактом. Да ложечки-то из кубка, а я что-то не представляю, как это столом детям пяти-семи, что трехходовалом дают в руки стакан с вином. Да что-то я в такое... И меня вот как бы интересно, а как это было-то? Ну, если это праздное любопытство, вы мне отвечаете, а если есть, что ты... Есть иерархия церковная. Самая низшая, ефрейтор по-военному, это чтец. Я являюсь чтецом. Я имею право входить в алтарь, проповедовать в храме при епископах. Но я стараюсь никогда в алтарь не заходить. Тем более рассуждать о вещах, которые в алтаре делаются, я никогда не дерзаю. Я знаю происхождение, как профессор Кабалинович пишет, профессор Киевской академии, еще до революции. Он объясняет все-все явления, в каком году молитва такая-то возникла, от когда это было приведено, когда изменено. Церковь установила, там я православный, я это принимаю все как есть. Вот посмотрите, при счастье, на нашем видеоканале. У нас при счастье идет, маленькие дети, грудные, груднички подносят. Батюшка дает им при счастье. У нас полная тишина и порядок. А если ребенок голову отворачивает, его не прищищают. Пока отойдет, там пройдет маленькое время, там поднесет, если нужно. И все. А как понимали? Еврейские дети. Восемь дней. Он вообще не понимает, его обрезали. А обрезание прообразовало крещение. Он не понимал, такой вопрос никто не ставил. Это повеление Божие. А остальное это суемудрие. Как называет Иларион Троицкий, дымное надмение мира. Я православный. И этим словом снимается все. Я принимаю Никео Цареградский символ веры. Хотя знаю, что католики здесь правее нас. О исхождении духа филиоквы. Но я по-католически никогда не буду его считать. Зачем я православный? Я знаю наши православные посты, четыре больших поста. Там рождественские и другие. Они не имеют евангельского устроения. Оттуда нету. Но я православный. И вопросы сняты. Я обязан выполнить от и до. Теперь у меня вопрос в том, что они мне мешают в детском лагере. Теперь я в молитве устремляюсь, Господи, дай мне любовь к этим постам. И Бог дал такую любовь, что если бы сейчас каноны были новые приняты и удалили эти посты, ну не считая великий пост и среду пятницу, это апостольское 69 правило. Если кто не постится, отлучается на два года. Отменила бы церковь. Я, конечно, подчинился бы, но продолжал поститься. Пост во вред не будет. Я из этого выйти уже не могу. И не желаю. Я знаю, что церковь моя любящая мать плохого мне не посоветует. А только хорошая. И посты мне нужны. Хотя в детском лагере речь идет о питании. Для меня это не совсем удобно. Полно молока, сливок, яйца, мяса. Первый месяц до 12 июля я не могу детям дать. Но мы стараемся замену дать. Там разные халвы, рыбы, еще пост легкий такой. И оно незаметно проходит, и дети мои не худеют от этого. Я просто говорю так. Я православный. Все, вопросы сняты. В алтарь не заглядываю. На этот вопрос что отвечать? Мы принимаем как есть. Хотя я с вами полностью согласен. А почему я, если православный, я должен предания старцев исполнять? Не исполняю. Слово меня будет. А какое же ты православное-то? У нас, если взять так, так у нас все на преданиях построено. Тем более апостольское предание, оно древнее Евангелия. Древнее, оно первичнее. Сначала было устно, а потом только записали. Но под это слово предание-то натолкали столько всего, что там, говорится, и ногу, и голову сломать можно. А почему я считаюсь православным, если я исполняю бред? Да, и исполнять я буду. Я не буду... Ведь нельзя же со всеми... Помните, вы вчера сами заметили... Ой, не вчера, а... Я вас перебил просто про бороду. Там, кстати, как он хорошо заметил из этого завета. Нельзя со всеми на зло идти, да, в исходе там сказано. Почему я должен со всеми идти на зло? Если все как стадо бесноватые с горы побегут, я со Христом лучше у нас святый. Смотреть надо по слову Божию. Не противоречит ли это? Не вредит ли? Если это противоречит и вредит, тут вопрос стоит уже по-другому. Это никак мне не противоречит. Тем более установление златоустом было, что вот с ложечки и вместе подают, чтобы волшебники не похищали тело Христова. Оно дает обоснование, но это и не помогло. Все равно они воруют. Ну, я понял. Я ни на один вопрос на это отвечать вопреки церковному не буду. Я строго держусь православным. И не потому, что так я нашел такую лазейку как-то. Я православный, значит, зачем обманывать? А то есть такие люди. Я христианин. Христианин, они постятся, бороды бреют и прочее. Зачем обманывать? Иди к баптистам, там все проще. Как говорят, у них вера такая, как оглобля. Там никогда ничего не расцветет. Так они считают Слово Божие. Как считают его? Вот они идут, надень на них платки, и ничего не получится. Чтобы не брили, галстуки сняли. Масоны. Они про масонины насквозь организации эти. Их масоны организовали. А они этого не знают. Поют и все и приплясывают. Поют о Библии, а сам стоит и пляшет. Для нас православных-то это неприемлемо. Ни благоговения нет, ничего. Я у них посещал не одно собрание, а тысячи раз. Я проповедовал там в разных столичных городах. И они представляли, вот у нас православный проповедник. Я нигде им не льстил никогда. Я говорил, что у них хорошо. Плохо то, что они не церковь. Придумали слова динаминация, конфессия. Нет этих слов. Это сатана прикрыл словом ересь. Есть церковь и есть ересь. Слово ересь заменили словами конфессия, динаминация. Я так посмотрел, слово ересь пять букв, а динаминация конфессия двадцать. То есть по пятерке букв с каждой стороны обложили. Я даже на это обратил внимание, но это, конечно, шутейно. Враг все это делает. Когда я считаю толкование святых отцов среди баптистов, больших собраний, и представляю, то их попытки опровергнуть заканчиваются на первой минуте. Они не знают. Притча о десяти девах. Знаете? Знаем. Я начинаю спрашивать. Скажите, что означает полночь? А что означает крик? Что означает масло? Ни один вопрос не могут ответить. Ни на один. Самая короткая притча Матфея 13.33. Царство небесное подобно женщине, которая взяла закваску, положила в три меры муки. Все. Что означает три меры муки? Что первая, вторая, третья? Ни на одно слово не могут ответить. Они не знают Писание. Не знают. Я беседовал в огромных собраниях. Огромных. Вот. И беседовали о тысячелетнем царстве. Это у меня памятная беседа. Они любят Библию. С ними беседуешь. Никакие другие книги можешь не брать. Они не примут их. Беседуют только 66 книг. Они 11 неканонических книг из Святой Библии выбросили. Вообще безосновательно. Они их не считали. И вот они приводят о тысячелетнем царстве 4 места. Лучше, конечно, считать на память. Вот они любят. Я им привел на память 72 места Библии. Притом не один стих. Бывает один стих, а с ним вместе идет целый пакет. И что все до одного, допустим, было 2000 человек. Все согласны. Но понесете другим? Нет. Нас отлучат. А чего вас отлучать, когда вы отлученые? Понимаете? Что доказывать ничего не надо. Если, по их мнению, должно быть тысячелетие царства когда-то, тогда будет три пришествия Христа. Все останавливаются. Вы знаете слово «последний день». Ну что, последний день календаря. Что, 31 декабря. А с ним корочкой выбрасывай в печку. Господь говорит, и я воскрешу его в последний день. Слово «последний день» 12.48 Евангелия от Иоанна. Я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. Последний день суд? Да. И праведники воскреснут в последний день? Да. А когда у вас тысячелетие царства будет? Тупик. И дальше говорит, что? Плевелы и пшеница расти будут до жатвы. Точка. Жатва – кончина века. Христос истолковал. И как? Вместе расти. А вы пшеницу за тысячу лет вырвали. А в году 365 дней. Умножить на тысячу. Вы ошиблись на 365 тысяч дней. В последний день воскреснут. Одновременно все воскреснут. До единого. И об этом говорит Даниил в 12 главе. Откуда вы взяли? Я знаю происхождение. Откуда это? От адвентистов седьмого дня. Бакмелдер. Они даже этого не знают. А так это легко друг у друга, говорят лжепророки, воруют слова и говорят. А ты докажи, что после последнего дня еще будет. Не будет ничего. Когда притча прямо говорит, оставьте Россию вместе до жатвы. Жатва – кончина века. Ну и как объяснить-то? За тысячу лет-то куда вставлять? И при том понимают это миллионы. Сотни миллионов понимают так лживо. Почему? Библии не знают. Я говорю, у вас крещение есть? Есть. А почему вы опрокидываете назад? Ну написано в смерть. Да Христос умер стоя, как у православных. У вас положение во гроб. Вы опрокидываете на спину. Где это вы видели? Или когда-то в церкви Христовой было? Никогда не было. Ну, они не могут ответить. Почему они на спину опрокидывают? Это положение во гроб. Если бы Христос умер на скамейке где-то, тогда бы да. Он умер стоя. И церковь подражает даже погружательное. Стоит вертикальное и трижды погружается в воду. Они не знают. Я говорю, а крещение прощается грехи? Нет. Это когда покаялся. Я говорю, вот к вам пришел сейчас разбойник. Братья и сестры, я грешник. Помолитесь со мной. Начинает молиться. Господи, прости мне. Я такой-то. Я верю, ты умер за меня. Пролил кровь свою. Я верю. Я желаю тебя впустить в свое сердце. Руководи мною. Аминь. Покаялся, да? Прощен на грехи? Да. Слушайте, я говорю дальше. К таким апостол Петр отвечает. Прости, что делать? Он говорит, покайтесь, запятая. И докрестится каждый из вас своими Иисусом Христа для прощения грехов. И получи дар Святого Духа. Он не сказал, покайтесь для прощения. И докрестится каждый из вас своими Иисусом Христа для прощения. Стоят. Глаза в разбежку. А как же Павел говорит? 22,16 деяния. Приходит и говорит, брат Саввул. Братом его назвал. Что ты медлишь? Встань. Крестись и омой грехи твои. А они говорили, он на дороге в Дамаск, когда воссиял его свет, Христос его там простил. Я говорю, написано, он в грехах. Что ты медлишь? Умрешь ты в грехах. Они не верят Слову Божию. Это прикрышка одна. Я с ними очень много беседовал. Тысячи бесед провел. Сколько оттуда пришло баптистов в разных местах. Писания не знают. Почему? Отвергли святых отцов. Это все истолковано. Ты Маня, ты Таня, как ты Ваня. Сколько голов, столько умов. У нас не так. Я открыл. Так говорит Иоанн Златоуст. Пятый том. Страница такая-то. Святые отцы приняли. Мне зачем лжемудрствовать? Мне не дано толковать. Я слишком для этого не пригоден. Мне готовое надо принять. Святые отцы. Блаженов Филакт. Вот мы проходим занятия. А он брал большинство из других, но большинство из Златоуста. Самый плодовитый святой отец. Кто его провернул? Золотые уста. Они никогда не слышали его, но уже намертво отвергают. Почему? А потому что это не баптистская. А почему вы не православные? А тут иконы. Я говорю, икон нет у таких-то. Адвентисты зачем от вас отделились? От адвентистов зачем иеговисты отделились? Что тут непонятно-то? Дело-то не в иконах. Дело в дерзости. Дофана, Верона и Корея, 16 глава. Вот это вы потомки их. Они отделились, ничего не делали, живьем в ад. Один раз Бог наказал. А это были образы для нас. И когда с ними так говоришь, трогает их это. Не все безусчастны. Единственное, когда говорят «церковь и мать», я как бы не евангельское учение. Церковь и тело Христово, а я его член. Это разные вещи. Мать – это что-то внешнее. У меня есть Господь и Отец. А это начинается. Церковь и мать. Церковь – не мать. Церковь – тело – это престол. Зачем подменять это слово? И так уже в него цветок не вложили. А еще церковь – не мать. И начинается. Вот ты слушай, мама. Я тело, я внутри церкви. Это разные вещи. Что-то внешнее. Мама – что-то внешнее. Тем более, сам Господь сказал, отойдет от матери, от отца, прилепит к жене своей. А по сути, душа – это вообще жена, невеста Христова. Поэтому прилепиться к Христу уж как минимум должны. А церковь – это что такое? Тело Христово. А почему она внешне должна? Я в ней или в ней? Это разные вещи все-таки. Я не люблю ей слово, когда говорят «церковь – не мать». Какая же она не мать? Ну ты в Евангелии найдешь. Но если она вам не мать, а она мне не мать. Патриархия, она меня не рождала. И здесь говорит Сащенко. Я тоже не рождал. И говорит, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Мы не можем это отрицать. Почему? Мать рождает. И церковь рождает щад своих через проповедь. И она действительно мать. Церковь – мать. А если она не мать, то ты никто подкидыш просто. Как называется? Абортирование выброшено. Если Христос говорил, что я не церковь, не тело. Церковь – тело. Проверь тело. А что тело? Ты палец, рука, ухо. Ну, надо определиться. А мать тут понятно. Мать, эта церковь приняла, а мне зачем об этом спорить? Вот в этом у нас разница с теми, кто не в церкви. Я считаю, Киприян Карфагенский сказал, для меня это все. Почему? Если Святой Отец противен Евангелию, мы... Нет, это не противно Евангелие. Я вам доказываю. Церковь рождает в муках. Она написана, жена его, жена. Жена, он хозяин. А кто жена? Жена этой мати есть. И рождает младенца, а перед ней стоит дьявол, чтобы проглотить его. Что мы считаем? Откровение 12 глава. Он раздинул пасть на ее дракон, чтобы сожрать. Иди, я покажу тебе брак. А с кем брачишь-то? С невестой. А дальше кто? Она мать. Она мать рождающая. Еще это не по Евангелию. Все по Евангелию. По-библейски все время рождает мужчина. Авраам родил Исаак, Исаак родил... Но это родословное. Тут не надо путать одно с другим. Одно дело, что родословное. А другое дело, когда написано... Если хоть мать как раз высоко, это то как раз опять... Я говорю, откровение. И она, говорит, рождала. Крещала от мук рождения. А она рождала. Никакого мужчины нет. И она ко Христу дальше бежала. Говорит, что она рожала. А дьявол стоял, поплатив. Так, я ответил на этот вопрос. Дальше. Да, в принципе, все. Я вот хотел. Что мать не рождает, этого нет. Церковь не была никогда бесплодной. Если у нас не рождает, рождает она в другом конце вселенной. А она мать. Она жена. Церковь – это его невеста. И вся песня песней об этом говорит. Это когда говорит о жене, да боится мужа. Сие сказал Христос о ком? Это сказать апостол Павел. О церкви о Христе. Я сказал вот о ком. То есть он сравнение дает. А когда она венчается, детей никаких нет. Это все впереди. Будет зачатие. О зачатии Павел К. Говорит, я родил вас благовествованием. Я посеял, другой поливал, а возродил Бог. Так что я не нахожу противоречия. Мне очень нравятся проповеди святых Блаженного Августина, Иеронима Стридонского, Ефрема Сирина, его шесть томов. Они у меня насчитаны на нашем сайте православном. Я их насчитывал. Пять томов доброта, любия. Такая глубина. Да сегодняшняя-то. Даже говорить не надо. Он говорит и не знает, о чем говорил. По слову Божию конкретно. Иоанн Златоуз. Раз я его насчитывал, составлял симфонии на разные пленки, каталоги. В общей сложности, это 12 томов, я примерно на шесть раз прошел. Я могу рассуждать о нем. И скажу, равных ему никого нет. Ему это дано было. Вот представьте, Деяние апостолов. Книга, Деяние. Деяние апостолов. И он говорит шесть проповедей, объясняя заголовок. Шесть проповедей. Да каких проповедей? Дальше. Шестая глава, первый стих Исаия. И видел год смерти царя Озии. Бога, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Что тут объяснять? Он шесть проповедей опять говорит. Я посчитал примерно, с какой он интонацией говорил, сколько букв в переводе на греческий язык. У меня в среднем проповедь, в среднем так. Я четыре проповеди каждую неделю говорил в храмах. У меня 25. У него 35 минут в среднем. Ну, если он говорил медленно, вот так, с расстановкой. Ну, я не могу сказать, с какой скоростью. Ну, перевел я на греческий язык, а те же самые труды. Примерно так. И он в каждой проповеди, ну, в среднем так, если взять, около, больше или меньше бывает, 50 раз открывает Библию. 50 раз. У меня получалось 35. Сегодня говорит, он ни разу не откроет. Он знает что-то, он и говорит со своего горшка. 35 раз. Это я в каждом проповеди 35 раз открываю Библию. А один раз это бывает целый пакет. Ну, не маленько подольше. Ну, значит, так. Еще спрашивает сегодня с проповедников с этих. Он говорит, сыпет, как из мешка проса. А спроси, откуда взял, он не может ответить. Он сразу тебя врагом объявляет. Я спрашиваю, не обвиняя его, просто спросил, откуда у вас эта мысль? Он не знает. Подтверждения-то никакого нет. Его надо найти. Вот я говорю проповедь однажды. Там, кажется, Мещи и Фот называется. Можно посмотреть в списке, там у меня 1300 проповедей. На нашем сайте стоит. А в алтаре стоит епископ. Епископ после, когда вышел, а вы откуда это берете? Откуда? Такая проповедь. Она буквально прожигает все. Я каждое слово подтверждаю Словом Божиим. Где был меч? Что означает ефот? Откуда? Кому разрешалось брать? Это меч Голиафа. Куда он употребляется? Мещ – это Слово Божие. Каждое слово я скажу и сразу вместо Писания. А спаривать ничего нельзя. Нельзя. Почему? Потому что Дух Божий уже открыл. Но я только соединил места, меч и ефот. Он никогда на эту проповедь, ни у Златоуста не было ничего. Я увидел в этом. Его спрятали за этой ширмой, церковный меч, Слово Божие, Библию. И не проповедуют. Я вот куда поворачиваю. Я хотел у вас тогда по миссионерству еще спросить. В принципе-то, начиная там, Златоуста, но начиная с апостолов, конечно. Да. Я остался Феофан, Затворник. Они все всегда говорили об одном, особенно толкуя вот эти места. Что там у Петра, третья глава, первые стихи, что это уже во втором постане пишут вам, а в них напоминают, возбуждая ваш чистый разум, на самом деле. Да, там есть смысл, чтобы вы помнили слова прежде речены святыми пророками и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. У Павла то же самое. Абсолютно, знаете, все говорят, что мы вам говорим то, что нам Господь сказал, да, и передаем. И, в общем-то, ничего более, если, как Павел сказал, если и сам ангел с неба будет вам говорить, не то, что вам благо увесловлено, да, то есть не то Евангелие, которое мы вам благо увесловаем, то есть отодвиньте это и забудьте об этом. Вот. И на самом деле, особенно, когда читаешь толкование, что Феофилакт, Иоанна, Феофан, они все, особенно эти места, конечно, что-то они пишут, да, мы вот ничего не имеем права, ни шаг влево, что в Библии они там, помните, не прибавляй, не убавляй, и иди ровным путем, не уклоняясь по этому неприбавлению, ни налево, ни направо, вот тебе царский путь. Это то же самое, что Иннокреститель говорил, понизьте, возвысите и выровняйте путь. Он, в общем-то, все это совместил с этим четыре принципа, да, не прибавляй, ни убавляй, ни налево, ни направо. Они все говорят тоже, что вот-вот, вам есть Евангелие, вот есть апостолы, уже традиция, а апостолы задали эти традиции, что мы вам сообщаем только вот, что пророки, и то пророки, по сути, они ссылаются по большей части, как и Христос, что типа исследуют, и писают, и говорят, а мне? Господь никогда не давал заплатить, что вот, вы все должны редкие заявления знать, кто не спасетесь. Нам достаточно, он сказал, я вам сказал, все, каждый человек может и по Евангелию, конечно, спастись. Это хорошо, если ты знаешь всю историю человечества, это замечательно, если ты знаешь пророков. Но ты можешь во Христа уверовать и по Евангелию, правильно? Ну, по слову Божьему. Господь в Янгелеуша и Анна, если ты хочешь познать там. Я сам столкнулся с этими гиеговыми, я был поражен, что они вот, насколько они тоже слепы, да, говорят, что видят, потому что в Евангелии от Иоанна специально апостол написал, чтобы показать, что Господь Иисущий над всем Бог, да, он сам это объявляет прямыми словами, за что его, в общем-то, и хотят. Уже не в образах ничего, повторяет те же самые слова, что Господь повторял в Моисее, да, «я есть Иисущий, прежде нежели Авраам, я есть». То есть он им уже по-русски говорит, не в образах, не еще как-то, да. И своим воскресеньем, в общем-то, доказывает, что он начальник жизни, как Петр говорит, да, потому что сам себя никто. Все, как они его человеком почитают, я понять не могу. Это надо или Евангелие было выкинуть совсем свидетелем, а люди, которые свидетели, я вот им спрашиваю, вот столкнулся там с некоторыми, ну, уже под обращенными, мне звонила там тоже девушка. Я говорю, а как вы читаете-то? Ну, вот же написано, я есть Иисущий. Это же, говорю, то же самое, как ты? Ну, ладно, мы не понимаем этого, как Бог может стать человеком, принять плоть. Мы не понимаем ни материю, ни духовный мир, мы ничего никогда не поймем. Но вы же читаете по-русски, вы сопоставьте два слова, тем более вы Библию всю целиком признаете плохо, хорошо. Тем более даже редкий язык лучше. Что, вы не можете два слова составить? Вот вам Моисей и вот вам Иисус. Он говорит, я есть Иисус, что тут непонятного-то? Одно и то же слово во всех переводах, хоть какие-то там греческие, еврейские смотреть. Вот одно и то же. Все, значит, он Сущий над всем Богом. Он сам себя воскресил, но, говорит, как отец, как всегда, приписывая славу отцу. Поэтому, говорит, отец там меня воскресит, грубо говоря. Хотя он потом не раз говорит, что я есть жизнь, я сам эту жизнь отдаю, я сам беру. То есть, вы же видите, отец во мне, я отец и отец. Но все, он уже все вот так слил. То есть, почитай Евангелие от Анны, она же все об этом. Да, не было бы Евангелия от Анны, мы бы так бы и чесали бы репу, кто такой Христос, и вместе с Магометанами давно признали бы его великим пророком. Но мы-то знаем Евангелие от Анны. Да, он Сущий над всем Богом. Все, я говорю, вот, покажься и прими Христа своим Богом. А они вот так плечами пожимают. Я говорю, вы что, Евангелие не читаете? Конечно, для меня загадка, как можно там, вот этим каким-то вторым пришествием, как там этого, у вас, по-моему, в Сибири же Иисус-то этот пришедший кудрявый, я забыл, как его зовут-то, какие-то певицы. Я говорю, они Евангелие хоть раз читали, но Христос же не может на землю второй раз перейти только уже во славе. Я говорю, то есть, понятно, какие там люди. Люди никогда ничего не читают, а мы все удивляемся, вот, бедные там, они попали в секту. Ну, почему-то слово Иисуса они откуда-то знают, причем благодаря, возможно, вот таким православным, да, то есть, вот такой проповеди чисто внешней. Все говорят, он, это же тоже хорошо, он же видит храм там. Ну, да, вот она видела, а потом поехала этого Иисуса искать. Если бы она знала настоящего Иисуса проповеданного, а вот не такого. Она что-то слышала, храм ходила, потом услышала, что он где-то воплотился и побежала. Это же беда. Это я имею в виду правильную говорить, я за что люблю вас слушать, когда вы с кем-то там говорите, что вера – это отслышание. Вчера вот я смотрел, ваше там опять, я имя не услышал. Парень, ровестик, наверное, мой, когда он там про иконы Андрея Рублева. Ну, да, я люблю тоже все это, почитаю, вон она у меня. Сзади всегда и крест Христов. Да, я согласен, но это уже для знающего. Я по этим трем иконам, троицы, распятие, причем со Христом, а не как у православных, которые сняли Христа, что и Христа непонятно, что они почитают своим спасением. И иконе Воскресения, я же и Евангелие читаю, если оно завтра пропадет, мне ничего больше не надо, я сам бы напишу по этим трех иконам, Господь благословит. Потому что здесь все. Он сущий над всем Бог, явивший Троицу, и своим воскресеньем явил нам, что он есть, и есть этот сущий, доказал это. То есть он говорил свои мысли, свою Троицу выразил, и явил ее дело. Все, то есть он свои слова всегда подтверждал делами. Что еще надо? Но это для меня, который уже изучал, столько лет живет этим, отцов я хорошо, конечно, знаю. Я говорю, а что ты покажешь всякую икону Троицы? Ну, хорошо, ну, поэкзальтирует он сейчас. Она висит, вот, пожалуйста, в Третьяковской галерее. Что? Я когда попал первый раз, ну, уже верующий, в смысле, первый раз, мы, конечно, нас и в школе возили, в храм Василия Блаженного, да, на Краевовской площади, да я просто, мне прям все внутрь аж взрывалось. Мы устроили какую-то вот эту экскурсию, да, все смеются, гогочат, сфотографируются, все, 300 рублей билет, а какой там даже дух, действительно, я хоть тоже не экзальтатор, но действительно старое там, все вот это, иконы красивые, я люблю тем более вот этот стиль. Но это для меня дорого, для меня это трепетно. А смотришь, какой туризис, да, ничего тут хорошего, я в этом проповеди никакой не вижу. Он посмеялся, дальше пошел, так же, как я в буддийском храме, что я завтра Буддой стану, нет, я в своей вере утвержден, по мне хоть все язычники завтра сядут, мне все равно Христос сущий над всем Богом. Ты что меня разубедишь, я читал и Коран, и все эти бреди, и исламские какие-то, и диктанские, и так далее. Все, для меня Христос единственный, кто явился, и все это доказал слова своих делами. А где еще такой был на свете? Никогда не было, и прежде не было, и не будет. Поэтому, конечно, тут вера отслышанья, это однозначно, бесслышанья, то есть что, без слов? По поводу монах, я, конечно, с вами согласен. Монах, это слово один, одиночка, никто не сказал, что она проповедит. Ян Златоуст говорит, ты не показывай в ней написанное, когда разговариваешь там с Украиной, як написано. Я говорю, за слова Златоуста не показывай, что написано, но дай мне смысл написанного. Написано для всех, и все по-разному понимают. Вот почему люди разделились на разные секты. И такая секта была саддукеи. Из саддукеев ни одного верующего нет. Кто такие саддукеи? Те, которые отнимают. Они отбросили все. И осталось только пяти книжи Моисея. И согласно пяти книжи Моисея, они не признают и человека душу. Ну а как с ними беседовать, если они не признают? Я показываю 72-й псалом, они говорят, да, это так просто. Я показываю пророков, не признают. И они Господу приступили с этим и придумали картину. А вот семь братьев было, они женились на ней, умирали. А когда воскрес, то чья будет жена? Да, в первую очередь, второй уже не женился бы, боялся ее как ведьму. Уже. Там было такое в истории-то, что Анан там не женился на ней даже. Было это все. А как? А тогда Господь говорит им. А как же написано? Я Бог... Жена Ю, детью. Я Бог Авраама, Исаака и Якова. А какое это доказательство? Я понимаю, как они друг на друга переглянулись. Вот это плотник. Он вообще не изменяет беседовать. Он ни полемику не ведет. Я Бог Авраама, Исаака и Якова. И в чем... А вы посмотрите, как написано. Он говорит, не был Аиси. То есть я сегодня. Если у отца было пять сыновей и трех убили на фронте, а до этого он говорил, у меня пять сыновей, то теперь, говорит, у меня два сына. Он не будет говорить пять сыновей, потому что их нет. Но когда Бог разговаривал с Моисеем, Авраама не было. Исаака уже не было. Уже 400 лет прошло. Якова не было. Он говорит, а я Бог сейчас, в данный момент Авраама, Исаака и Якова. Вот теперь у них глаза пошли в разбежку. Он на их же книгах, вот с сектантами беседуем. Я не могу взять Сирахова, не канонически. Я с ними беседую 66 книг. Да еще они от Даниила две главы не признают. Молитва Монассия откинута. Ну, Паралипоминон книга. Но все равно, можно беседовать. Они все-таки что-то признают. А когда совсем не признают, Библия не имеет авторитета, я ничего не могу доказать. Как я докажу, как происходил этот мир, что шесть дней, солнце, луна, он не признает. Он остается со своей космогонией в горлове. Как правильно истолковать? Вот в этом смысл. А что написано, это далеко не все. Вспоминайте жену Лотова, Христос говорит, вспоминайте. А когда, как считаешь? Господь постоянно говорил, как считаешь? А он никак. Сегодня православному Христос скажет, как считаешь? Да никак я не считаю. Я свечки только сжигаю и все. Мне нравится ваша приставка, когда вы говорите, я в ответе за то, что я сказал, а не за то, как вы меня поняли. А вот я еще вчера услышал, откуда вы взяли или где-то, что вы сказали, что он златоуст, когда уже вы изгнали, не путешествовал, как, так сказать, двигался, да, когда его изгнали в последний раз, что вы сказали, что он там покаялся, что он все-таки, ну, типа в монашстве своем или, как сказать, что столько времени потратил. Это третий том. Третий том творения святого Иоанна Златоуста, когда он посылает из монастырей, чтобы им обувь выдали там все, кельтам. То есть он, видимо, уже увидел, что монашество заблокировало проповедь и ничего нет. А, он посылал монахов? Его епископ Форетри со своим спецназом монахов караулили в горах убить. Епископ. Ну, это я помню. Ну, вот, это тоже в третьем томе. Ну, да, да. Там его переписка, письма. А. Что сказать? Горе, конечно. Никого, говорит, я так не боюсь, как епископов. Вот и весь сказ. Это Иоанн Златоуз. Конечно, хорошее выражение у него есть. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Есть я принял или не принял. А что рассуждать? А ему вопрос задали, где Илья находится, на каком небе. Что он, как питается. Он же не умирал. Он говорит, что взят на небо, это мы знаем. А остальное нет. Еще я буду тебе придумывать. Как Исаак Ньютон сказал, говорит, гипотез не сочиняю. Ну, да, это мысль очень правильно. Я тоже ее давно принял. Да. Я для себя имею это все. Я никому это не навязываю. Я в жизни своей ни разу не спорил с католиками. Ни разу. И когда о божестве, о равенстве, о григоряно-армянской апостолической церкви никогда не спорил. Я сказал, как вы признаете, монофилица у вас? Он говорит, нет. Мы признаем, что он и Бог, и человек. Я говорю, а свойства? И отвечает правильно. Я говорю, а как? Говорят, это было так. А сейчас у нас, говорит, понимают правильно. И зачем я буду теперь толочь их? Что вы неправильно понимаете? Мне отвечает их священник. Крестят неправильно. Хуже православных. Ладошки опустить в чашу, кто крестится? Ладошки. А он мокрыми руками по лесу провел и крестит. Какое крещение-то? Они еще похлеще наших попов заворачивают. Но и они церковь. Со множеством недостатков. Это настоящая церковь. Они на 400 лет нас раньше пришли. Даже больше. Еще я сказал на 400. Там почти 470 лет. Еще я бы спорить стал с тем, что недоказуемо бывает. А потом, ну, один раз можно сказать. У меня есть выражение такое. Я дошел до этого. До нужной кондиции. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. А как я узнал? Написано, и спорили с учениками Христовыми. Но не написано, что ученики спорили. Да какая разница? Да в том разница, что он меня ударил, а не я его. Это иначе была обоюдная драка, а так покушение. Это другая статья совсем. И спорили с Иисусом, но Иисус не спорил. Зачем спорить-то? И лети как после первого, второго разумления, отвращайся. Знаешь, что он что? Развратился. Будущее самоосужден. Он сам себя осудил. Он оторвался от церкви. А раз оторвался, мое дело сказать ему. Вот у меня было, так сказать, беседы большие. Во Фрунзе. Это теперь Бишкек называется. Ну и баптисты. Хорошие все ребята. Ну просто, просто хорошие ребята. И они слушать-то слушали, но кое-что не приняли. Я говорю, что тысячелетнее царство началось на Голгофе. Не будет когда-то. Началось. Тысяча лет означает время евангельской проповеди. Две тысячи лет, и за три с половиной года до пришествия Христа закончится. Время царства, а не антихриста. И он теперь уехал в Америку, этот человек, который присутствовал там, и говорит, сломалась машина, и братья наши поехали там доставать что-то, а я остался один ночевать. Где я там, не знаю, в каком штате. И стал размышлять. И пришла мне на память наша беседа, 25 лет назад там была, во Фрунзе-то. И мне, говорит, открылось. Я понял, говорит, что тысячелетнее царство не может быть когда-то. Оно началось. Он один. Это семечко лежало, как в гробнице фараона. Через пять тысяч лет посадили, оно проросло. И он мне из Америки звонит, радостный такой. Я теперь всем говорю, это ложное наше учение баптистское. Вот и все. Поэтому будут они слушать или не будут, а ты говори, пророк Иеремия говорит, а они для тебя будут бурным ветром, а я тебе сделаю скалою. А что ветер-то со скалой сделает? Ничего. Поэтому надо приготовиться ко всему. Отцы ссылаются, как всегда, на любимую притчу. И вами все эти все. Нам сказали, везде все эти. На камне, а на столбик. Ты просто везде, а Бог там сам разберется. Да. Мы должны сказать. Сказать и все. Ну и самое главное, следить за собою. Нам много дано, многое спросится. Вот сейчас придумали миссионерские отделы. Я везде говорю, это обман сатаны. Миссионерские отделы нельзя создать. Вы можете создать проповеднические, благовестнические, хоральные, петь там взаимопомощи. Миссионерские отделы нет, ну нигде. Это обман сатаны. Вам до миссионеров еще расти надо тысячу лет. Почему? Златоуст говорит, миссионеру, то есть нужно тысячи талантов. Ты должен знать, что говорить. Тебе Господь в человеке должен показать, чтобы не бросать жемщик-то. Посылал подводить, 70 подводить. Почему не подводить? Это двое, двое, двое. Апостолы по-двое. Кирилл и Мефодий идут двое. Везде двое. А теперь, они сделали, теперь думают, как с кришнаитами бороться. Они жестоковыли. Медные лбы, железные жилы, говорит, в шее. Как пророк говорит. Им кинуться кого-то, но он миссионер. Его как дворки, но надо ухватить. А этого не надо делать. Ты поплачь о нем, помолись. Я к нему иду беседовать, он сектант. Я открываю ему дверь, я его не узнаю. Я говорю, а что с вами? Я сегодня, говорит, ночью припомнил, вы тогда говорили, моя душа залилась слезами. Что я говорил? Мне ничего не надо, мы просто встали на колени, стали молиться. Я могу назвать ни один, ни два случая. Ни один, ни два. Как недавно выступал один там доктор богословия, профессор там, Павел Бочков. А нас ему вопрос задали, видимо. И он отвечает, как угодно, Игнатия судите, но тысячи людей, которые пришли в православие, вы куда их денете-то? Как одного спросили, нижегородский батюшка Сергий. Ну, батюшка, вот мы не знаем, вот слушаем, он говорит, и мощей, как-то мощи не признает, и монахов там, костерит, дескать. Ну, он говорит, а у него люди бывает, обращаются? Он говорит, даже сколько, Олег Синяев говорит, что Игнатий такой продуктивный, там проще. Ну, а куда люди-то приходят от него? Куда, говорит, в патриархию вообще еще надо? Где бы он ни ходил, он привел к тебе в дом. Тебе о чем сейчас рассуждать-то? Я думаю, какой умница-то. Я 53 года проповедую, и ни одного никуда не приводил, а только православие, в патриархию московскую. Что тебе доказывать? У нас в свою общину нельзя приглашать, нельзя. Мы поставили правило. А так разве можно? Ну, нельзя, мы сделали так. Почему? На какая причина? На ухо скажу. Чтобы они, услышав о нас хорошее, не разочаровались, когда увидят карикатуру на христиан. А когда они сами просилися, вот тогда дело другое. Мы можем один раз прийти, разрешить. Понравится? Тогда второй раз. Но сразу накладываю на него свое ярмо. Мы говорим, ты можешь не приходить, но если еще придешь, то мы с тебя спросим, где ты был в прошлое воскресенье. Если ты скажешь, был у мусульман, вопрос снятый. Был у баптиста, потому у кришнаитов, нас не касается. Но если ты сказал, я спал, то мы предупреждаем, если еще раз будет, к нам уже ходить не будешь. Вот что. Мы не к себе привязываем, а к обязанности перед Богом. Ходил в патриархию, к баптистам, к адвентистам, к свидетелям Иеговы. Меня это не касается, это твоя душа. Я тебе сказал, я православный, да я вижу. И поэтому у нас были люди очень большого ранга приходили, с бородами, и пропускали воскресенье, не могли ответить. Да я вроде на даче был, а не было месяц целый, и мы отказали к нам приходить. Они остались в хороших отношениях, но нам это не подходит. Мы к себе не тянем. Я хочу, чтобы ты имел ответственность перед Богом, как много Он для нас сделал, какую любовь оказал, как ты мог не пойти, шесть дней работая на себя. Почему седьмой день Богу не посвятил? Вот ответ. Нас, меня не понимают, так вас не поймешь, вы тут ругаете, а тут говорите, патриархия, зачем посылаете? Я к благодати отсылаю, не к попу, который пьяный лежит. Если нужно сказать, я скажу, не понял, я пойду к архиерею. Законным путем, за углом ловить не буду. Ну, меня когда-то вот, так сказать, говорить слово Божие, как вы говорите, как скала, не думать, что ветер думает, все-таки вот вернило у Семенова, у Богослова, когда я прочел, когда он плакал-то Богу, что вот Бог, он говорит, так всем говорит, чтобы стяжали Духа, рождение Духа. Он говорит, да кому говорить, никому это не нужно. А он говорит, ты говоришь все равно, говорит, будь не только мое слово, потому что Евангелие все типа знают, то есть они настолько, я иногда поражаюсь, говорю, господи, что говорит, ведь все и так знают, все сами же читают Евангелие. А я потом сам на себе знаю, вот как вы говорите, ты раз кем-то поговорил, ты же эти слова у тебя звенят вот здесь. И Господь Семенов сказал, что помимо моего слова и твое слово будет так величать, если я твоему слово придаю, вот это в силу суда, помимо слова моего будет письма, они потом будут вспомнить. И меня как-то это поразило, когда он говорил, что все, все, все. Ну, Семен Новый Богослов и Исаак Сирьянин, это вершина православной, так назовем, аскетики, философии, всего, что только может быть, благочестия. Почему Феофан Затворник говорит, о нем говорит, Василий Брюссельский, архиепископ, он не решился перевести. Если православное почитает, они поймут, что они неверующие. Он на такую высоту, почему этих людей называли ангел во плоти или человек на небе. Я уже говорил об этом вам. Это мы можем только благоговейно склонить голову и помолиться. Безмолвствуем. Свою жизнь-то мы знаем, что будет. Я перед Богом могу надуваться где-то в саране, но когда перед Богом открываем в молитве, вот так вот. Ну, это было. Это как раз смысл. Вы видели, нет, вчера, я сегодня утром ролик поставил, у нас вчера был день общины. Там два ролика. Первый мы за стол садимся, а потом люди говорят, как они пришли. Там час 28 минут, кажется. Вы посмотрите. Это очень интересно. И вот в книгах 15-16 том, открытым оком, это можно с сайта скачать, 84 человек, как дома пишут, как они пришли к Богу и в общину. Большинство только через... Ну, я вот вел занятия в университетах, по радио выступал, где люди все пришли через живую проповедь. И они тут сидят живые и говорят. И интересно, наши книги оказались в Америке, и там один баптист звонит на нашу старушку, вышел, это вы сами писали, да, это православные, да, а она только послушала его и говорит, а ты баптист, баптист, так ты покайся, ты приди в православную церковь, а то погибнешь. Она ему сразу начала говорить. Православные это не делают. У нас община благовестническая. Они все родились от живого слова. Все 100% вкрещённые в полное погружение. Никто посты не нарушает. Ни одного безбородого нет. У нас очень строгая дисциплина. И мы не заставляем человека... Вот вчера обедали, допустим, обед был. А один человек недавно выпил, выпивший был. Его окормить только отдельно. За столом он уже не будет сидеть. Согласно слов апостола Павла. Мы его не унизили. Он тут дальше с нами всё время. Он хороший. Ну вот подножку сатана ставит и ставит. Почему безбородого нет? Я какой-то ролик включил. Сейчас я могу посмотреть. А вы на первую страницу зайдите. Называется собрание. Нет, нет. Я хотел это... День общины. 26 лет. Вот так. Вы сразу найдёте его. Ну, на нашем канале. Там внизу знаете, где идёт. Такое, как уличительное стекло. Я хотел просто, знаете, какой-то тут... По-моему, вот я включил в хозяйство Игорева барабаш, старость. Нет, это дальше, 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 дальше. Это уже только ночью, утром сегодня я закачал его. Нет, это я посмотрю. Я хотел просто сказать, вы говорите, безбородых нет. Это там то ли сын этого царства, да? Да, да, это его сын Терентий. То есть, что у него там щетинка небольшая стоит, брат? Терентий, это Терентий. Он стоит с соглашенными. Бородку маленько отпускает, в город поедет, сбреет. Он только не... Вот, год назад закончил университет. Я просто вас подлавливаю. Вы говорите, нет, я что-то видел. Но мы не запрещали. А король промотал, он не очень... Он может заходить, он мимо прошел. Он хороший человек. С бородой все еще не может поправиться. И он стоит с соглашенными. Он до конца литургии никогда не стоит. Сын старостов, да? Да. Тут все по канонам. Мы не имеем права его не пустить в храм. Он нигде не нарушает. Он одет и по форме. А вот за это, за то, что бороду бреет, он выходит с соглашенными. На литургии верных он не бывает. В притворе стоит. Разве за бороду можно такое делать? Как? Разве за бороду можно с соглашенными? Да, конечно. Даже Иерусалим давить не пустил. Отправил в город проклятие Иерихон. Пока не отрастут в городе. А где такое написано? А вы не знаете где? Нет. Зарядите. На Ас. На Ас. Библейский поисковик. Зарядите. На Ас. Нет, я своим может пользуюсь. Ну ладно, я сейчас вам скажу где. На Ас. А, у меня тут закрыто. Ладно. Ну закройте там. Вы увидите. Это при жизни Давида было. Должно быть второй. Нет, это я знаю все библейские моменты. Я имею в виду, вы говорите в новом. Ведь после нового завета. А, в новом завете нет. Иисусе нет ни иудеи, ни ели. Нам в чем? Это были образы для нас. Мы считаем первое Коринфянам, 10 глава, 6-11 стих. Нам не надо на все. Это были образы для нас. Поэтому мы какое бы событие не взяли в Ветхом Завете, мы должны перенести в новое. Если в земной Иерусалим его уже нельзя было пускать без бороды, то мы идем в небесный Иерусалим. Все правильно. Раньше в России, ну, Русь была, не Россия, Русь, даже не хоронили их на кладбище и не отпевали. Сорокаусти не считали. Правила определенные. И очень строгие. Ясно. Нашли? Не, не, да я помню. Ну, помните, знаете, если вы зайдете на нашу книгу к истинному православию, на нашем сайте, сайт, православный библейский сайт, и там вы видите образа брития, оглавление сразу откроется. Да я все читал там. Да, там все описано. К этому добавить нельзя. Святые, житья святых о бороде, как мучили, как жгли борода. А что бы жгли, если их бород не было? Да из чего? У нас иконы есть. Христос был с бородой? Конечно, это все говорят, даже сектанты. Апостолы? Конечно. А пророки? А кому подражать тогда? Кому? Масонам этим? Промасоненные. Вот позаметь, баптисты, все. Если он или не в галстуке, то обязательно пуговица должна быть расстегнутая, верхняя. Я это нашел у них. Если костюм, хоть 10 пуговок, нижняя должна быть расстегнута. Я их устав прочитал. Это не просто они любят дышать легче. Нет. Это масонство. Они промасоненные до мозга костей. Все без платков, бритые и прочее. Нас тут не обманешь. Слишком явно. Вот смотри, вот у нас 26 лет. Люди за столом сидят, выходят, говорят, как они одеты, как говорят, какие отношения. Ну, просто один раз только посмотреть, и ты скажешь, порядок все-таки лучше и беспорядка. У нас тут привезли библейское общество, сибирское, Булатов, и привез американских там, кто они, не знаю, спонсоры или кто. Так они до того у нас удивились, какие у вас красивые женщины. Я говорю, это одеяние красивое. А наши вот идут по улице когда, а тут туркмены, узбеки работают, ну, разные, мастят дорогу. Ну, а не наших-то этих, наших, то есть русских-то, нисколько не уважают. Бывает, идет, он ее ударит там, и пнет ли под задницу. Она идет голая вся там в трусах. А это увидели, бросили работать. Сестры наши идут. Да какие сестры? Говорят, это православные. Нет, это наши мусульманки. Мы едем в трамвае, один подошел, а вы не ваххабитки, то есть боится, чтобы не взорвали. А мы ему стали говорить. А женщина одна сидит сзади в автобусе, а едем далеко там в больницу, в воскресенье. Так вы, Лапкина, еще и в автобусе проповедуете? Я говорю, а вы кто? Да моя, говорит, аудитория рядом с вашей в университете. А я говорю, а я откуда бы знал? Везде говори о Боге. И тебе будет на душе легко и свободно, потому что завтрашний день может не наступить. И о возлюбленном как не говорить? Конечно. Избили меня, говорит, стражи, песня песнеет. А когда встретили, а кто твой возлюбленный? Как она начала говорить, у него 10 качеств нашла, 10. А у ней он нашел только 7. Почему? Потому что троица, 7 на троих. Объяснение дается. Ну я как-то тут вспоминал там в своих беседах. Помните, поп смотрели? Ну и все смотрели поп. Поп, поп смотрели? Нет, я слышал и не стал. Поп-то да, это я смотрел. Это там, где в войну, как он там это был. Она заболела, сама ушла в лес. Я видел это, видел. Помните, мне все время момент, он мне прям засел в голову, когда к нему крестьянин подходит. Говорит, ты моя жена. Я, говорит, готовлю. Он, тихо, тихо, моя, говорит, тоже такая. Ну, говорит, ты пойми, говорит, я единичка, а она нолик. Она, говорит, я точила его. Ну да, да. Точила. Ну, он-то лучше потом говорит, я единичка, я туда. А она вообще ноль. Но я без нее всего лишь единичка, а без меня она вообще ноль. Ну, вместе мы десяточка. А если она впереди встанет, то ноль целых одна десятая будет. Ну да, да. У подкаблучника ноль целых одна десятая. Хорошо так к Богу, к Богу применить. Я всегда, у меня в голове, он хорошо сказал, но я к тебе применяю как к Богу. Без Бога я вообще ноль. Бог единичка, единица целая, да, единица в трех лицах. Но вместе мы десяточка вообще не познаваем. Да, ну. Так если один талант у тебя, а если у тебя два таланта, уже двадцатка? Ну да. Ну ладно, спасибо за беседу. Все, с Богом. Охрани Христос. Слава Богу. Спаси Христос.